территориальные конфликты человечества если упростить до примитива сводятся к следующим это наша земля еще мой дед по здесь овец а мой дед строил этот город я разрушу твои города ведь нам не нужно ничего кроме пастбищ зеленые против технического прогресса вечный сюжет аватара тем чьи предки были создателями обращаю четвертый фильм серии дневники египетского похода по моим фильмам теперь выходят книжки цифровые материалы постоянно дополняются вы можете заказывать также и печатные экземпляры как сохранить культурный код в ситуации постапокалипсиса опыт возрождения городов после великого потопа описан в русских летописях и в хитских текстах вавилонских хрониках и библейских главах ничего не надо придумывать новгородские летописцы рассказали именно с киевом поставлена была задача планетарного градостроительства уполномоченный отцом и сыном ноем и витом афетом в библейском звучании с киев и рус и славян с роды своими проводят тиро обустройство планеты нарезают горы террасами и каналами сооружают пороги собирая энергию потоков а возведенным городам дают свои имена разойдясь по миру скифы строители сформируют различные духовные школы начнется неизбежное противостояние и потомки родных братьев перестанут воспринимать своими родных когда-то людей скифом нет другой угрозы кроме самих себя от этого предостерегает скифский змей кусающий свой собственный хвост описание городов возведенных скифами находим в новгородских летописях а сам город новгород почему так назван просто новый город воздвели на месте старого но тогда все города мира оставшие из руин были бы новгородами не друзья проект постройки ты или восстановление города это слишком серьезная работа слишком серьезно чтобы называть его первым попавшимся словом город построены для какого-то сообщества людей будет нести их имя и если в многочисленных ивантеевках яковлевках и поповках живут ивантеевы яковлевы и поповы то новгороды это города потомков ноя а вот уже само имя ной это должность перезапускателя цивилизации по новой будешь новатором назначили архонты имя ной и понятия новый практически совпадают как в греческом в латыни так и в старорусском написании но и согласно библейским записям был долгожителем значит он основал большой многочисленный род которым он и передал допотопные знания о строительстве и возведении городов великий новгород согласно новгородской летописи город был возведен скифским князем славеном назван град славянск великий но прежде славян возвел гидросооружение на реке волхов заложив в самом имени реки задачу стать волоком волочить грузы по аналогии волга волочок цитирую канал от устья великого озера елмеря вниз по великой реце проименованием волхов полтора поприща упоминается также построение оборотней протоки на карте семнадцатого века мы видим и озеро эльмень звучащие как лиман и реку волхов и канал оборотнюю протоку и крепость звезду в центре этого комплекса как ни крутия старейшая гэс в россии волховская стоит на скифских фундаментах у реки волхов и уклон небольшой и скорость течения тоже небольшая и гидрологи давно догадались что долина реки волхов является рукотворным каналом что соединяет озера эльмень и ладожская а в 1176 году был зафиксирован удивительный случай когда река волхов поменяла направление течения вспять из ладоги в эльмень то есть водная линия ладога волхов эльмень создана как единый гидротехнический комплекс причем предки скифы легко направляли воды в нужном им направлении пока мы гадаем как же ходили платы и суда против течения а скифы открывали кран задвижку просто добавь воды и река несла грузы туда куда им было необходимо мы не будем останавливаться здесь на истории разрушения и опустения славянска великого но на восстановление города через десятки лет приходят потомки рода ноя восстановленный город населяют уже но и вичи так и объясняется причина переименования славянска в новгород но и вичи новгородцы пришли в славянск не из каких-то неведомых земель а с другого конца гидротехнического комплекса ильмень ладога они пришли с ладошки ладоги него река имени ноя александр невский возможно потомок ноя финский залив это винский залив то есть имени вита свинтовита яфета сына и соратника ноя потому на шведской карте нет санкт-петербурга а есть порт звезда неен шанс но его царства отец и сын но и вид к невее финскому заливу видскому заливу сводят трансконтинентальные пути мировой едины волшский путь каспийское море волга него балтика азия с европой скифский путь собственно путь так называемый второй изваряг в греки черное море днепр него балтийское море соединяющий север наш византийской империи а город нижний новгород сегодняшний что стоит на слиянии волги с окой привязывает к этой гидросистеме древнерусские княжества включая москву собственно вот и получается что за понятием великий новгород стоит созданный династии нои града гидроэнергетический и транспортный узел включающий в себя санкт-петербург великий новгород тот который славянск и нижний новгород о том же говорит название новгорода на карте шестнадцатого века мега нового гардия великий союз городов ноя на этой карте времен великой смуты ордынский полосатый герб великого новоградия два скифа великана прикованы железными цепями к щиту на котором изображен двуглавый орел если побежденные скифы унесли с собой тайны управления течами и потоками вод то этим и объясняются постоянные наводнения городов нового времени почему же центр великого новоградия зовется санкт-петербургом давайте разбираться тому что петр означает камень я не нахожу подтверждением зато pater в латинском father в английском значит папа патрон отец арабы произносят петр как батыр а это вновь батя отец отец был велик и силен богатырь слова образовано добавлением гортанного добавочного звука вот и выходит что санкт-петербург город царя отца ведь мной и есть отец новой цивилизации если разбирать буквально по буквам это анта по отцу берег патрос который по отцу мы читаем на мозаиках сифоры патрос хрон и сын агиос петр на новгородской иконе огни огненный алый светлый отец патриотизм преданность любовь к родине но если эти от истока отец патр это основатель твоего рода в первую очередь а у строитель земель все же во вторую поэтому патриотизм изначально означал преданность своему роду бате и браткам уполномоченный именем ноя новгородцы выдвинулись поднимать север и основали город звезду порт архангела того архангела что мы видим на столбе александрийской колонны на эллинском языке слово архангел раскрывается как архи ант гелиус главной старшей солнца в мировой топонимике оказалось множество городов ноя так нахичевань это город нахо ноя а в крыму город неаполис возвышается на внутренней гряде крымских гор подземные сооружения города не только не исследованы но даже глубину их определить невозможно а через 50 километров от неаполиса это горная гряда венчается вершинами мангуб калия чуфут калия и эски кармен знаменитыми пещерными городами эски кармен город асов саков скифов я уверена что из неаполиса есть прямой выход к этим пещерным городам по подземным тоннелям и каналам ведь этот комплекс будет известен позже под именем княжества теодору дар отца очередной великолепный неаполис наполитану возведен в перенейских горах ему суждено стать засыпанным пеплом везувия ученые создали 3d модель подземного неаполиса подземные сооружения находят даже более величественными чем руины старого города а теперь покажу вам новейшие мои исследования городов ноя новгородцев и скифов на ближнем востоке со времен вавилонского царства скифы добывали медь на ближнем востоке и отправляли металл на остров кипр кипр собственно и означает медный остров купрум остров который обозначен на карте как родос стоит на месте современного кипра до катастрофического поднятия уровня мирового океана он был гораздо больше как видим путь транспортировки меди вот что просматриваем и на карте и конечно он проходит между городами ноя и скифа от петры города патера отца ноя в город абада что сегодня искажено до авдат чтобы увидеть авдат своими глазами и показать вам мы поднялись на шесть сотен метров над уровнем моря на гору негев ну значит по утверждению археологии мы имеем дело с винодельнями предыдущие товарищи жили исключительно тем что пили вино и оливковое масло и больше ничего это же инженерные просчеты каждого угла нет прямого угла углы не прямые ни одного ни одного сходятся к центру инженерия сооружения просто зашкаливают здесь нам предстоит найти удивительные тексты с расшифровкой познакомлю вас в конце фильма и карты которые открыли прошлое но эта арочка уже повыше то есть откопали ее получше и что же это полукруглые стены и Жители города Абада, Абатчане, вот откуда народ Набатеи, а значит это всего-навсего Батины, вот и Набат, зов Бати, который нельзя пропустить. Таким образом, Петра, Патера и Абада, Батина, несут один и тот же образ, город отца, Бати, Папы. Сегодня Абад стоит посреди жаркой пустыни Негев, но еще недавно здесь протекала река. Из Абада действительно шел водный путь до самого Средиземного моря. А сегодня по высохшему руслу реки проходит трасса, местами даже платная, из Абада до Яфа. Привязав карту к современной территории, выясняем, река Иопе имела протяженность около 160 километров. И сегодня она сохранилась только в 30-километровом отрезке в нижнем течении и зовется рекой Яркон. Сегодня на месте реки пустыня, но река все же не пересохла, как нас убеждают продавцы воды. Каменная ложа реки была разрушена в верхнем течении, а воды все так же несутся только под землей, прорываясь наружу сильнейшими потоками в период дождей. Вот в чем причина внезапных затоплений Негева. Как минимум одну реку Негева мы нашли. В долине реки Иопе, обозначенной на карте, и стоит Ноев город Неаполис. Сегодня Наблуз. Портовая зона Неаполя это Наполония и Кесария-Казария, казачья столица. То, что на первый взгляд покажется горой, заросшей зеленью, на самом деле является руиной древних сооружений. У берегов Кесарии постоянно поднимают с глубин артефакты эллинской культуры, элементы, которые вошли в культуры всех народов мира. Здесь, в долине реки Иопе, огромное число каменных городов с именами русской этимологии. Иопе или Яфа – город Яфета, Вита, сын Аноя. Город Лудис или Лодис – от Лодьи. Вспомним ладейное поле под Санкт-Петербургом. Здесь строили лодьи, корабли. Порт Аскалон – колонн асов-казаков. Имя, непонятное Бершевы, обозначено как Бета-Габри, то есть город имени архангела Габриэля, Гавриила. Ярихонты – город Яра или Геракла в греческом. Город Архиллоис – город Архангела, по аналогии с Архангельском. Иерусалим – Русо. И, наконец, знакомый нам Скифополис – город Скифа открытым текстом. Вот вам и репатриация. Бродим по своим же руинам. Вновь отстраиваем города Русо на очередном витке истории. Хочу заострить ваше внимание. Узел от Петры-Ободы до портов Неаполиса повторяет Петербург, Великий Новгород. А фактически там и там два озера, что сообщаются каналами-реками. И Волков, и Иордан оборудованы оборотней протокой. Мало того, обе реки периодически и сегодня изменяют направление своих течений. Так что, паломники Иордана, будьте осторожны. В районе города Аскалон, сегодня существующего, помечена зона Азотон. Здесь был размещен химический комплекс, причем стоит он ровно на месте современного химзавода. Урожайность полива Вилона и Междречия достигалась не только поливом, но и внесением азотных удобрений. Азот Азотос присутствует и на мозаичных картах Мадабы той же местности. Роздан, вероятная территория разработки Скифа-Руса. Мертвое море названо Лакус Аспальтиус, асфальтовое озеро или озеро Впальто. Соединяется с озером Кенерет, Тиберианским озером, обводным каналом реки Иордан. Сегодня нижней части обводного канала уже нет. Следует искать под песками Негева. О каком перенаселении сегодня может идти речь, если наш мир – это пустыня по сравнению с прошлым? Ведь большинство городов прошлого стоят в руинах, а современные города занимают лишь крохотную часть античных фундаментов. Путь, проложенный когда-то Ноевичами-Новгородцами, служит нам до сих пор. И уже в XIX веке европейцы подлатали полотно русла и представили публике «Восточный экспресс» от Каира, царя и Лепного Алеппо до Царьграда и Парижа. На мозаичной карте Иорданской Мадабы, которую мы уже не раз разбирали, указаны почти все эти города. Судьба Неаполиса показательна. В VII веке город был завоеван арабами и полностью разрушен. Когда крестоносцы восстанавливают Иерусалимское царство, они входят в разоренный город и начинают работы по восстановлению. Это, конечно, уже не те технологии безрастворной кладки мегалитов или литья. Это лишь попытка восстановить формы. Видимо, они пытались перезапустить и производство. Сегодня в арабском наблусе не очень-то жалуют археологов. Репортажа оттуда у меня нет. Мы почти под лупой просмотрели эту землю от реки до моря. От реки Иордана до Средиземного моря. Создание титанических городов и технических сооружений никак не связывается у меня с арабским миром. С людьми, по сути дела, живущими устоями первого быта. Так, может, неаполисы и вообще полисы – это греческие города, как нас, собственно, и учили? Тоже мимо. Как град, так и полис – это протокорни русского языка. Сами предметы эти, хотя и близкие, но все же различные. И различия в последовательности строительства. Вначале заложили поле, затем на нем град возвели от горизонтального к вертикальному. Заложить полис – значит создать пол под будущий город. Отсюда пласт, плат, плато, плакат, площадь, поверхность или пологость – все, что стремится к нулевому отклонению от уровня горизонта. Пологость – это поле, логость. По логу ложбени можно и лаги положить, и пологом накрыть. Причем, ложить надо лужей, а это уже из технологии заливки бетонных фундаментов. Слово «пологость» несет четкость геометрической формулы. По логу – ось. Значит, по оси Х в декартовой системе координат, где у равен 0. Понятие нулевого цикла строительства, чистого ноля, дошло до нас в идиомах «чисто поле», «светло поле», «русское поле». Потому как «полевой» – «ал, ол, эл» значит «алый», «белый», а «русь» – это и есть свет. Далее положительный – это тот, кто выдержит вес многоэтажной застройки, кого можно нагрузить максимально. Греческая гамма звучит как и краткая «е». Агия – это айя, логия – это лоя. И слово «лояльный» сегодня к нам вернулось в несколько искаженном понятии. Лояльный – это послушный властям. Но слово не потеряло образ. Исходника – положительный, стабильный. На русском протокорне «лог» или «ложь» основано древнегреческое понятие «логос». «Логос» сегодня трактуется так широко, что трудно уловить начальный образ. Но Гераклит мыслил по-русски, когда ввел этот термин в античную философию. Смысл понятия – наиболее глубинная, устойчивая и существенная структура бытия. Сводится к нашему «лежачему камню», иначе к краеугольному. «Логос» – это лежачий, основополагающий. Также и логика от нашего «разложить по полочкам», то есть на отдельные составляющие. Возвращаясь к градостроительному смыслу, делаем однозначный вывод. И греческое «полис», и ордынское «улус», как и в «наблус», основаны на русских протокорнях «пол» и «лог». Имя народа «полян» я вижу как специалистов налевого цикла строительства – создания поля. Ведь античные города стояли на идеально ровных, как будто срезанных горных плато. Итак, мы предположили, что Новгороды, Неаполисы и города Петра, Отца были заложены и заселены прямыми потомками Ноя. Значит, их язык должен быть ближе к единому допотопному праязыку, нежели языки и говора иных народов. «Действительно, язык новгородцев, говор русского севера, стал основой санскрита», доказала Светлана Жарникова. Говор неаполитанцев непонятен итальянцам. Но самое показательное то, что для прочтения средиземноморских мозаик идеально подходит буквица новгородских берестяных грамот. В чем мы сейчас убедимся? Вернемся на центральную площадь города Абада. Здесь мы найдем три мраморных надгробия. Такие плиты часто можно увидеть в основании храмов. Конечно, останки упокоенных давно изъяты, но тексты, вырезанные на плитах, прекрасно сохранились. Тексты перекликаются с географией, гидрологией и топонимикой местности. Итак, результат будет ошеломительный. Любителей подробного разбора надписи отсылаю на Ридера. Там будет опубликована книжечка под названием «Города русских титанов пустыни Негев». А мы подходим к плите, которую будем читать. Надпись начинается с обращения «Я не паи о, отпеваю, напев панихида. Макарио Захария Сьера Сыновин, царственный коренной ас Захарий, сын рода Ера, того, который Геракл». Тоска Титефы Деяндауда Тоскует по ушедшему Титефа Это никто иная, как женщина-великан, вернее, Титан. Тетия, Тефия, Тефида или древнегреческая Текис Это Титанида, дочь Урана и Геи, супруга Океана, завалкая мать Афродиты. Далее в надписи речь о Таута Деян, дочь, деяния Титефы. И в православной традиции это святая Тавифа, умершая и воскрешенная Петром Апостолом по Новому Завету 9.36.40 христианку Тавифу Иопийскую и мы находимся, напомню, у истока реки Иопе воскресил апостол Петр. На старых иконах Тавифа Иопийская изображена именно, как великанша Титанида. Но мало того, Иопе, Иопет это также имя Титана. То есть Титаны воскресали после смерти. Индикты, записанные на надгробии, скорее всего, записывали дату воскрешения будущего. Данные о том, что воскресения умерших были реальностью античных времен, мы приводили в фильме Крест-код бессмертия. Напомню, асклепий, вопреки воле богов, начал проводить воскрешение людей наравне с бессмертными. Ох, как люблю такие знаки! Не входить! Как пройдешь мимо! ЛЕГКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok На руинах античного города Ципори или Сифора мы обнаружили имя еще одного титана – Патрос Хронос, отец Хронос. То есть на небольшом клочке земли упомянуты трое из двенадцати титанов первого поколения – Тефия, Хронос и Иопет. А титана и Иопет – это и есть вид сын Ноя. Как произошла трансформация имени Вита показывает наглядно нам словарь старых церковных терминов, старославянских терминов, где мы находим сразу шесть топонимов имени Вита. Вид – вид, как указано в старославянском звучании, а в современном – виф. Вифания, Вифезда, Вифлеем, Вифсаида, Вифавара. Таким же образом вид великан трансформировалась в тит-титан. Вифания, что собственно читается как витания или титания. Возникает версия, что титанами первого поколения были дети Ноя, а их отец – Патрос, это и был Петр, который оживил Тавифу. Кроме того, возникает крепкая связь между титанами и великомучениками. Похоже, разрыв во времени между ними не так уж и велик. Проверим эллинскую версию. Имя Ноя – Уран, у которого от геи земной 12 титанических детей, 6 сыновей и 6 дочерей. Имя Уран ему досталось от допотопных антов Ура, по сравнению с которыми он так же мал, как будут малы люди по отношению к нему. Итак, я охранник, я сторож, я бравый воин какой-то там, блин, империи. Я подошел на площадку, с которой я должен осмотреть пространство. Мой рост здесь чуть-чуть 180. Какой рост нужен мне, чтобы отсюда смотреть нормальные какие-то процедуры производят? Мы это, видимо, займем с нами. И теперь мутноватая история насмешек хама над спящим отцом обретает четкость и ясность эллинской трактовки. Хам – это Хрон, младший из братьев-титанов, который, по наущению матери Геи, серпом оскопил отца Урана, чтобы прекратить его бесконечную плодовитость. За что отец проклял его, но мать поставила старшим надо всеми детьми. В христианской версии о женской власти умолчали, и вся история как-то поплыла. Как бы то ни было, но титаны Ноя создали наш мир. От титана, вита, аса, наше слово, витязь, казачьи имена Тит, Стефан, Степан, Степанида, Стеша, передают до сих пор связь нашу с титанами. Когда время больших людей прошло, то титанов, титанических антов, великанов, великих антов, гигантов, гига-антов, сменили просто анты. В южном гортанном говоре «ант» зазвучит как «хат» или «хетт». К тому же античный мир Анталии и Великая империя хеттов, хати, занимают одну и ту же территорию. Они те самые хеттияне библейских текстов, которые воззводят города Филистимлян и Ханаан, Хеврон, Гаваон, Гетт или Геф, Сакилаг, Аскалон, Газа. После бегства из Вавилона часть хеттов принимают иудаизм, как форму единобожия, забирая с собой и имя хеттии. Смотрите сами. То, что нам известно, как иудея, обозначено йоуда, легкая трансформация от хаттия или антия. Вот теперь и задавайтесь вопросом. Откуда же взялись иудеев иудеи? Как во многих местах арки заложены под квадратные двери. После падения античного миропорядка, известного как Битва Титанов, анты-геты разойдутся по миру. Частично вернулись на берега Черного и Каспийского морей к скифским начальным родам в горное княжество Теодора, отцом Даринова. Отсюда в Крыму эти древнейшие кенасы ашкеназов. Второй поток двинулся на Европу, Италию-Анталию, Чехию-Чигетию, отстраивая готику Европы, называя богатейшие городские районы Праги гетто. Часть геттов согласится с византийскими поправками христианства, а часть пронесут единобожие восточного образца, старого обряда Чагата и Чиги. Еще часть выселится в Эфиопию, часть в Индию. Вот, собственно, в центре площади обвалился грунт я. Так у кого же сегодня есть основания считать титанов-антов своими предками? При такой древности и обширности географии у кого же их нет? Ну, античный ген, я вас удивлю, надо искать по профессиональным признакам. Во времена античного строительства анты считались не народом в современном понятии, а скорее неким профессиональным союзом архитектуры. В энциклопедии Витруве 10 книг об архитектуре анты – это один из архитектурных типов храмов. Храм будет в антах, когда на фасаде у него имеются анты на стенах, замыкающих залу, а в середине между антами две колонны с фронтоном-портиком над ними. Узко говоря, анты – это строители-колоннат, говоря шире – зодчие градостроители-технари. То есть талант к математике и техническим наукам и есть реальное наследие античных инженеров. Кто еще верит в сказки об отсталом прошлом, мол, через Авдад проходил путь благовонии посредством верблюда, бедуиниих, караванов? Кто обманывает мир нелепой кричалкой «От реки до моря был здесь арабский мир»? Мы только ступили на этот путь и уже убедились – строители городов Востока, в том числе от реки Иордан до Средиземного моря, были великанами с русского севера, создатели античной хетской архитектуры, да и самой цивилизации в целом. Крест углубленный встречается только в городах вот этого пути благовония. Это Мамшит, Шифта, Авдад, есть еще один, но там делать нечего, на разрушенном полностью. На одной линии они стоят. Есть такие сооружения со ступенечками, есть такие сооружения, там где внутри видны водные отливы, подливы, там и так далее. То есть непросто. С чем это связано, не знаю.